здравствуйте подписчики и гости канала мы продолжаем рассматривать сушильные установки и в этом видео мы рассмотрим конструкцию шахотных сушилок шахотные сушилки основаны на конвективном процессе сушки в этом видео более подробно будут рассмотрены прямоточные шахтные сушилки их устройство и принцип действия а также схемы расположения коробов шахотных сушилок конвективный способ сушки материалов этот способ сушки получил широкое распространение сушильный агент нагретый воздух перегретый пар либо смесь топочных газов выполняют функции теплоносителя и влагопоглотителя простота возможность регулирования температуры материала преимущество этого метода но при этом способе градиент температуры дельта т направлен в сторону противоположную градиенту влагосодержания дельта у что тормозит удаление влаги из материала другим недостатком конвективного способа сушки является от относительно небольшие величины коэффициента теплоотдачи от сушильного агента к поверхности материала от 11,6 до 23,2 ватт деленное на метр квадрат кельвин возможности интенсификации конвективной сушки связаны с увеличением тепломассообмена между материалом и сушильным агентом путем повышения скорости и температуры сушильного агента либо уменьшение размера частиц процесс сушки в шахтных сушилках основан на конвективном способе подвода тепла к продукту агент сушки в шахтных сушилках выполняет функции тепловлагоносителя эти сушилки предназначены для сушки сыпучих продуктов в наиболее распространенных шахтных сушилках как в прямоточных так и в рециркуляционных в основном применяемых для сушки высоковлажного зерна сушильные и охладительные камеры представляют собой вертикальные шахты прямоугольного сечения с расположенными в них в шахматном порядке шаг по вертикали и по горизонтали от 200 до 300 миллиметров подводящими и отводящими коробами расстояние для прохода частиц не менее 80 миллиметров в некоторых шахтных сушилках стенки сетчатые или жалюзийные короба служат для подвода и отвода агента сушки в сушильных камерах и атмосферного воздуха в охладительных камерах в нижней части охладительных камер расположены выпускные устройства в прямоточных сушилках продукт проходит через сушильную камеру один раз в сушилках шахтных прямоточных и рециркуляционных продукт при охлаждении проходит через шахту один раз шахтные прямоточные сушилки непрерывного действия применяются для сушки зерна солода и других сыпучих материалов в вертикальной шахте под действием силы тяжести высушиваемый продукт движется сверху вниз и пронизывается сушильным агентом при прямо токи противотоки или при поперечном его движении в прямоточных сушилках продукт движется в шахте сплошной массой скорость движения продукта зависит от метода выгрузки периодического или непрерывного шахтные прямоточные сушилки очень удобны просты и широко применяются для сушки пищевых материалов производительности от 1 до 50 тонн в час наибольшее распространение получили стационарные и передвижные сушилки шахты которых снабжены коробами для распределения агента сушки и воздуха по зерновой массе предпочтение отдается обычным коробам пятигранной формы однако в сушилках некоторых марок применяют короба треугольной и многогранной форм для обеспечения хорошего перемещения зерна в шахте между коробами угол между верхними гранями должен быть не более 70 градусов размеры коробов для разных марок сушилок различны общее число коробов в сушильной и охладительной шахтах выбирают в зависимости от количества подаваемого сушильного агента сушильную шахту или от количества подаваемого атмосферного воздуха в охладительную шахту при скорости отработав агента не более 6 метров в секунду при выборе и оценке той или иной формы короба и схемы взаимного расположения коробов в шахте необходимо ориентироваться на возможное максимальное количество подаваемого сушильного агента или воздуха при обеспечении равномерного продувания слоя продукта и при отсутствии образования застойных зон в шахте в некоторых сушилках устанавливают пятигранные кленовые короба с жалюзями на боковых стенках что позволяет обеспечивать максимальное влагонапряжение сушильных и охладительных шахт применяют две схемы расположения подводящих и отводящих коробов сушильной шахте с чередованием подводящих и отводящих коробов в одном и том же ряду и с чередованием подводящих и отводящих коробов через ряд а в охладительной шахте с чередованием подводящих и отводящих коробов в одном и том же ряду с шахматным и колонным их расположением при При монтаже коробов зерносушилок А1УЗМ, А1ДСП-50 отбортованные грани с передней стороны затягивают планкой с помощью болта и гайки. Подводящие и отводящие короба вставляют в шахту через имеющееся отверстие в стенках. При замене подводящие короба вставляют со стороны напорно-распределительной камеры, а отводящие – со стороны осадочных камер или со стороны выхода отработавшего агента сушки. Короба в зерносушилках ЗСПЖ-8, К4ОСА, К4ОС2А и других небольшой высоты устанавливают на опоры, приваренные к стенкам шахты через открытый ее верх. Надсушильный бункер предназначен для накопления сырого зерна и обеспечения непрерывной его подачи в сушилку. Сушильные камеры устанавливают по одной или двум шахтам параллельно с разделением их на две и более зон. В сушильные шахты сверху подается зердон, а со стороны напорно-распределительной камеры – сушильный агент. Нижняя часть шахты используется под охладительную камеру, куда подают атмосферный воздух. Напорно-распределительная для сушилок работающих под нагнетанием или распределительная камера для сушилок работающих под всасыванием представляет собой устройство для выравнивания потоков сушильного агента и охлаждающего воздуха и равномерного распределения их по подводящим коробам. Если в сушилках одна шахта, сбоку ее располагают напорно-распределительную камеру, а если две шахты, камеру размещают между ними. В зависимости от числа зон сушки, напорно-распределительную камеру разделяют по высоте горизонтальными перегородками, обеспечивающими подачу в соответствующую зону сушки и охлаждение сушильного агента и воздуха. Выпускной механизм предназначен для регулирования производительности зерносушилки при равномерном выпуске зерна по всему сечению шахты. Выпускные механизмы бывают непрерывного периодического и комбинированного действия, бесприводные и бесприводные аэрогравитационные. Наряду с преимуществами шахтные прямоточные сушилки имеют недостатки. Неравномерный прогрев и сушка зерна. Ограниченный съем влаги за один проход не более 6%. Необходимость формирования партии продукта по влажности. Эти недостатки в основном ликвидированы в зерносушилках рециркуляционного типа. Зерносушилки ДСП-16 и ДСП-32 Зерносушилки ДСП-16 устанавливают в элеваторе. Зерносушилки ДСП-32 в элеваторе и в сушильно-очистительной башне. Эти сушилки предназначены для сушки зерна, пшеницы, ржи, ячменя, семян подсолнечника, кукурузы и прочих. Шахты собраны из 11 панелей, толщина стен которых 70 мм, высота 1028 мм. В панели по 5 рядов коробов. Форма и размеры коробов показаны на слайде. В зерносушилках ряд подводящих коробов чередуется с рядом отводящих коробов. Таким образом, сушильный агент продувает зерно как в прямом, так и в противоположном направлении. Толщина продуваемого слоя и расстояние между рядами коробов 200 мм. Шахта по высоте разделена на две сушильные и одну охладительную зоны. По высоте сушильные зоны имеют 37 рядов коробов. Из них в первой зоне 23 ряда. Охладительная зона имеет 18 рядов коробов. В каждом ряду находится 16 коробов. В каждой шахте по 55 рядов коробов. Каждая зона стабжена индивидуальным вентилятором. Сушилка ДСП-16 применяется на мельничных элеваторах, а также в портовых элеваторах. Имеет одну железобетонную шахту из сборных панелей высотой 11338 мм и размерами в плане 3250 на 1000 мм. Зерносушилка ДСП-32 состоит из двух параллельно расположенных шахт сушилки ДСП-16 с напорно-распределительной камерой между ними. Сушилку устанавливают в отдельном здании, которое связано со зданием элеваторов, а также в сушильно-очистительных башнях. Каждая сушилка ДСП-16 и ДСП-32 состоит из сушильных и охладительных шахт, напорно-распределительных и отводящих осадочных камер, вентиляторов, выпускных механизмов, надсушильных и подсушильных бункеров, топки и комплектующего оборудования, Транспортеров, норей, автоматических устройств для поддержания процесса горения, приборов для измерения температуры и другое. Жидкое топливо подается через форсунку F1. Распределительные и отводящие камеры сушильной шахты разделены по высоте, в соответствии с размерами сушильной и охладительной зон. В сушильной камере по высоте установлены короба для подвода и отвода сушильного агента. Зерно поступает в сушильную камеру сверху, высушивается смесью топочных газов с воздухом, охлаждается атмосферным воздухом. Технические характеристики сушилок представлены на слайде. Зерносушилка ДСП-24СН предназначена для сушки сырого зерна пшеницы, ржи, ячменя, семян подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. Устанавливают ее в сушильно-очистительных башнях SOB-MK и SOB-1С. Зерносушилка имеет две параллельно установленные шахты из сборных панелей. Высота шахт 10300 мм. Размеры в плане 3250 на 1000 мм. Шахта собрана из восьми панелей, толщина стенки которых 70 мм. Высота 1028 мм. В панелях, примыкающих к надсушильному бункеру, два ряда коробов заглушены. Форма и размеры коробов и сама установка аналогичны таковым в зерносушилках ДСП-16 и ДСП-32. Шахта по высоте разделена на две сушильные и одну охладительную зоны. По высоте сушильные зоны имеют 24 ряда коробов. Из них в первой зоне 16, во второй 8 рядов. Охладительная зона имеет 14 рядов коробов. Толщина продуваемого слоя зерна и расстояние между рядами коробов 200 мм. Каждая зона снабжена индивидуальным вентилятором с электродвигателем. В состав зерносушилки ДСП-24СН входят сушильные и охладительные шахты, напорно-распределительные и отводящие осадочные камеры, выпускные механизмы периодического действия, вентиляционное оборудование, приборы контроля температуры сушильного агента и другое. Топка работает на жидком, твердом и газообразном топливе. Работа сушильных и охладительных зон, выпускных механизмов, автоматики топки и контроль температуры сушильного агента, а также технологическая схема движения зерна и сушильного агента аналогичны таковым в зерносушилках ДСП-32 и ДСП-16. Техническая характеристика зерносушилки ДСП-24СН представлена на слайде. Достоинствами железобетонных сушилок ДСП-16, ДСП-32, ДСП-24СН – это их долговечность – более 50 лет. Недостатки – высокая стоимость и длительный срок строительства и монтажа. Зерносушильный агрегат ДСП-32ОТ открытого типа предназначен для сушки сырого зерна кукурузы, пшеницы, ржи, лечменя, овса, семян подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. Эксплуатируется на хлебоприемных предприятиях. В отличие от других зерносушилок типа ДСП, агрегат ДСП-32ОТ выполнен из металла, компактен, надежен в эксплуатации и имеет низкую стоимость. Может быть изготовлен в заводских условиях. Сборку проводят на месте строительства. Топку размещают в отдельном двухэтажном кирпичном здании, примыкающем к зерносушилке. Зерносушильный агрегат ДСП-32ОТ представляет собой установку открытого типа с двухступенчатым режимом сушки. Состоит из двух параллельно работающих шахт высотой 11,57 метра. Каждая из них состоит из семи секций и по высоте делится на три зоны. Первая зона сушки высотой 4,95 метра, расположена на верхней части шахты. Вторая зона сушки высотой 2,85 метра, находится в средней части шахты. Третья зона является охладительной. Высота секции 1650 миллиметров. В каждой секции расположено 8 рядов коробов, по 16 в каждом ряду. Шахта по высоте имеет 27 рядов подводящих и 29 рядов отводящих коробов. Агент сушки и воздух подаются вентиляторами в распределительные камеры зон сушки и охлаждения. Распределительная камера, расположенная между шахтами, разделена горизонтальными перегородками на три части, образуя две зоны – сушки и охлаждения. Сушильные и охладительные секции снабжены подводящими и отводящими коробами из оцинкованной стали или из стали СТ-3, покрытой изнутри антикоррозийным лаком. Способ крепления коробов в секциях, имеющих пятигранные отверстия, в торцовых стенках показан на рисунке. Поперечное сечение коробов и схема их взаимного расположения в шахте, так же, как и во всех сушилках типа ДСП. Для защиты шахт от попадания атмосферных осадков над открытыми торцами отводящих коробов устанавливают предохранительные козырьки из оцинкованной стали. Стенки шахт теплоизолированы минеральной ватой и обшиты стальными листами. Над шахтный бункер высотой 2500 мм, вместимостью около 20 кубометров, 15 тонн зерна, выполнен из листовой стали толщиной 3 мм. Под каждой шахтой имеется выпускной механизм периодического действия и под сушильный бункер. Зерно из него поступает на транспортер, далее в норью и на склад или элеватор. Производительность зерна сушилки регулируется аппаратом КЭП-12У. Схема работы зерна сушилки ДСП-32ОТ представлена на слайде. Сырое зерно самотеком поступает в норью 1, а затем самотеком в надсушильный бункер 3 и далее равномерно распределяется по сушильным шахтам 4 и 5, соответственно 1 и 2 зон сушки, и по охладительной шахте 8. Зерно из шахта выпускается механизмом 10 периодического действия. Сухое охлажденное зерно из зерна сушилки направляется в элеватор или на склад транспортером или норией 12. Агент сушки из топки 9 вентиляторами 6 и 7 подают в напорно-распределительные камеры 1 и 2 зон сушки 12 и 13. Атмосферный воздух вентилятор 11 подает в напорно-распределительную камеру 13 охладительной шахты 8. В данной технологической схеме зерносушилки ДСП-32УТ применяется конвективная сушка. При этом агент сушки выполняет роль как теплоносителя, так и влагоносителя. Испаренная влага из зерна поглощается агентом сушки и выносится в атмосферу. Сушка зерна в агрегате ДСП-32УТ осуществляется при помощи агента сушки – смеси топочных газов с воздухом. В агрегате не предусмотрена очистка отработавшего агента сушки и воздуха. Низкая скорость сушки, необходимость формирования партии зерна по влажности являются существенными недостатками этого агрегата. Техническая характеристика зерносушильного агрегата ДСП-32УТ представлена на слайде. Зерносушилка СЗШ-16 предназначена для сушки продовольственного и семенного зерна различных сельскохозяйственных культур. Зерносушилка состоит из двух параллельно расположенных сушильных шахт, установленных на общей станине, двух выносных охладительных камер, вентиляторов сушильных шахт и диффузоров. В сушильные шахты и в охладительные камеры зерно подается четырьмя нориями. Сушильная шахта состоит из двух однотипных секций, установленных одна на другую. В шахте расположено 14 рядов коробов, по 8 в ряду. Каждая сушильная шахта имеет по одному вентилятору, которые соединены с ней диффузорами со всасывающим коробом. Зерносушилка работает под разряжением. Топка с сушильными шахтами соединена воздухопроводом для агента сушки и диффузором. Над каждой шахтой располагаются надсушильные бункера. Излишек материала из бункеров ссыпается через сливной самотек в башмак нории для сырого зерна. В надсушильных бункерах установлены датчики верхнего и нижнего уровней. Зерносушилка снабжена выпускными механизмами непрерывного действия. Они совершают непрерывное действие с амплитудой колебания от 4 до 20 мм. И периодическое движение с амплитудой 135 мм. Через каждые 4 минуты. Под выпускными механизмами расположены подсушильные бункера с соматичными трубами. По которым зерно поступает в башмаки норий. Зерно охлаждается в двух вертикальных бункерах с перфорированными стенками и конусными днищами. Шлюзовыми затворами и вентиляционным оборудованием. Диаметр наружного цилиндра 1,260 мм. Внутренний 860 мм. Высота камеры 2,75 мм. При работе вентилятора во внутренней полости малого цилиндра создается разрежение. И воздух через перфорированную стенку наружного цилиндра пронизывает слой зерна. Охлаждает его и далее поступает во внутренний цилиндр, в вентилятор и далее в атмосферу. Избыток зерна с самотеком по трубе направляется в накопительный бункер. Схема работы зерно-сушилки представлена на слайде. На рисунке слева представлена технологическая схема при параллельной работе шахт. На рисунке справа при последовательной работе шахт. На рисунке также показаны топка 1, охладительная колонна 2, нории 3 и 4, бункер 5, первая и вторая сушильные шахты 6 и 7, вентилятор 8. А также стрелками различной формы показано движение наружного воздуха, отработавшего воздуха, топлива, сушильного агента, отработавшего сушильного агента, а также движение материала. Технические характеристики зерно-сушилки представлены на слайде. Достоинством зерно-сушилки является простота конструкции, малая высота, недостатком низкий съем влаги, высокий расход топлива и электроэнергии, а также большие длина и ширина. Зерно-сушилка ЛСО-11, открытого типа, в металлическом исполнении, предназначена для сушки всех основных зерновых культур, включая кукуруза и пивоваренный ячмень. Состоит из двух шахт, смонтированных на общей станине. Каждая из шахт, в свою очередь, состоит из надсушильного бункера с конусом-рассекателем для равномерного распределения зерна по сечению бункера. Первая и второй зон сушки. Зоны охлаждения, выпускного устройства и подсушильного бункера. Зоны сушки и охлаждения разделены зерновой подушкой. Надсушильный бункер смонтирован при помощи фланцевых соединений из пяти одинаковых по высоте секций, соответствующих в плане размерам шахты. Шахты зоны сушки и охлаждения монтируют из одинаковых по высоте секций. Первая зона из семи секций, вторая из четырех. Зона отлежки между первой и второй зонами сушки из двух секций. Нейтральная зона между второй зоной сушки и зоной охлаждения по высоте составляет примерно половину высоты секции и служит для установки в ней датчиков температуры зерна. Шахты зоны охлаждения состоят из пяти секций. Каждая секция сушильный и охладительный зон, а также зоны отлежки состоят из двух по высоте рядов, чередующихся жалюзийных подводящих и отводящих коробов. Высота короба 0,2 метра, в том числе верхней рассекающей части 6,5 мм. Ширина 0,1 мм, длина 1,5 метра, высота короба 0,2 метра, в том числе верхней рассекающей части 6,5 мм. Ширина 0,1 метра, длина 1,5 метра. Шах коробов по горизонтали 0,2 метра, по вертикали 0,3 метра. Причем короба каждого последующего по высоте ряда смещены относительно предыдущего на 0,1 метра. В каждой шахте установлено 414 коробов и 36 полукоробов. Для предупреждения попадания агента сушки и воздуха в зону отлежки, отверстия подводящих коробов здесь заглушены. Под каждой шахтой установлено по 4 выпускных воронки, образуемых тремя рассекателями и боковыми наклонными плоскостями. Выпускное устройство роторного типа. Под каждую воротку имеется валик с приваренными ребрами. Привод валиков осуществляется при помощи цепной передачи, причем частота их вращения может меняться в диапазоне от 1,16 до 6,96 оборотов в минуту, что соответствует пропускной способности шахты от 3,5 до 21 тонны в час. При этом сам вариатор работает в диапазоне от 8,2 до 49,2 оборотов в минуту. Управление вариатором дистанционное. Сушилка работает по принципу всасывания на чистом подогретом воздухе. Воздух нагревается в теплогенераторе, причем каждая шахта обслуживается индивидуальным теплогенератором и вентилятором. Часть атмосферного воздуха проходит последовательно за счет создаваемого вентилятором разрежения, теплогенератор, каналы для подвода агента сушки в первую и вторую зону сушки, слои зерна между подводящими и отводящими коробами, канал для отработавшего агента сушки, два параллельно расположенных циклона и выбрасывается вентилятором наружу. Другая часть атмосферного воздуха также проходит последовательно. Канал для подвода воздуха в охладительную зону, слой зерна между подводящими и отводящими коробами, канал для отработавшего воздуха и смешивается с отработавшим агентом сушки. Вентиляторы сушилки центробежные, установленная мощность каждого 110 кВт. Зерно после предварительной очистки поступает в распределительный шкаф, где делится на две части и норьями подается в надсушильные бункера. При этом из бункера, в который поступает больше, чем надо сырого зерна, излишки удаляются в сливной бункер. Уровень зерна в бункере поддерживается с помощью датчиков. При поступлении зерна влажностью выше 19%, схема сушилки позволяет осуществить переход с параллельного режима работы шахт на последовательный. При этом зерно последовательно проходит вначале по первой шахте, затем по второй. Достоинство сушилки в том, что она работает на чистом нагретом воздухе, что обеспечивает высокое качество просушенного зерна, исключает его возгорание, не загрязняет окружающую среду. К недостаткам относятся высокая металлоемкость и большие габаритные размеры. Зерносушилка М819. Открытого типа в металлическом исполнении. Предназначена для сушки продовольственного и семенного зерна основных зерновых, бобовых и масличных культур, в том числе кукурузы, риса, пивоваренного, ячменя, рапса. Состоит из двух параллельно расположенных на станине шахт с распределительной камерой между ними и общим надсушильным бункером. Выпускного устройства с общим для обеих шахт под сушильным бункером. Надсушильный бункер оснащен скребковым транспортером, предназначенным для разравнивания зерна и размещенным в специальном желобе с сетовым дном со стороны нижней ветви транспортера. Сетовая поверхность обеспечивает возможность предотвращения попадания в шахты крупных примесей размером свыше 30 мм в поперечнике. Причем последние выводятся из транспортера скребками через специальное отверстие. Бункер оснащен сигнализатором уровня для предотвращения перегрузки и завала нории. Каждая шахта состоит по высоте из зон сушки, промежуточной и охлаждения. Причем зона сушки имеет 5 одинаковых по высоте секций с подводящими и отводящими коробами в поперечном сечении, усеченной в основании ромба. А зона охлаждения две аналогичные по конструкции секций. Промежуточная зона, не продуваемая ни воздухом, ни агентом сушки, оснащена датчиками для контроля температуры нагрева зерна и ручной задвижкой. Выпускное устройство лоткового типа Под каждой из шахт расположены выпускные воронки, а под ними лотки, приводимые в движение кривошипно-шатунным механизмом. Пропускную способность устройства можно регулировать ручную, изменяя расположение шатуна на коромысле. Сушилка работает по принципу всасывания агента сушки, представляющего собой чистый подогретый воздух. Воздух, подаваемый в сушилку М819, нагревается в теплогенераторе, работающем на жидком топливе. Сушилку М820 оснащают теплогенераторами, работающими на твердом топливе. В сушилках по 4 вентилятора. Производительность каждого 24 000 кубометров в час. Давление 2,25 килопаскаль. Частота вращения 1460 оборотов в минуту. Мощность электродвигателя привода 18,5 киловатт. Отработавший агент сушки и воздух направляются вентиляторами в инерционные пылеуловители и в мультициклоны, где происходит отделение пыли, после чего выбрасываются в атмосферу. В комплект сушилки наряду с теплогенератором входит свободно стоящая дымоотводная труба, назначение которой создание соответствующей тяги, разрежение газов в камере сгорания и выброс отработавших газов в окружающую атмосферу. Технологическая схема работы сушилки представлена на слайде. Достоинство сушилки в том, что она работает на чистом нагретом воздухе. Имеются очистительные устройства отработавшего агента сушки и воздуха в виде инерционных пылеуловителей. Простота конструкции. Недостатками являются отсутствие рециркуляции материала, низкий съем влаги, возможно потеря качества продукта при большом влагосъеме. Технические характеристики зерна сушилок LSO11 и M819 представлены на слайде. Рассмотрим передвижные зерна сушилки непрерывного действия шахтного типа. На примере конструкции передвижной зерна сушилки К4ОС2А. Эти сушилки предназначены для сравнительно небольших партий пшеницы, кукуруза, риса, ячменя, рапса, семян подсолнечника, ржи, овса и прочего. В качестве сушильного агента используется смесь воздуха с топочными газами. Зерна сушилки состоят из топочной и сушильной части и смонтированы на шасси автомобильного прицепа. На слайде представлена схема зерна сушилки К4ОС2А. Топочная часть расположена в передней части машины и состоит из топки, форсунки, вентиляторов первой и второй зон сушки и зон охлаждения. Топливные системы, электророзжига и другого оборудования. Сушильная часть агрегата состоит из двух параллельно расположенных шахт с распределительными камерами между ними. Двух ковшовых транспортеров, двух выпускных механизмов непрерывного действия, трех винтовых транспортеров, двух пункеров для сырого зерна. В каждой шахте зерна сушилки по две зоны сушки и по одной зоне охлаждения. В воздухораспределительной камере зерна сушилок установлен клапан, позволяющий изменить число рядов коробов во второй и охладительных зонах от одного до двух рядов. Зерна сушилка К4ОС2А имеет по два ряда коробов в сушильных и охладительных шахтах. Напорно-распределительная камера зерна сушилки снаджена дополнительным распределительным устройством агента сушки. В зерна сушилке К4ОС2А для более интенсивного продувания зернового слоя применены кленовые короба. Подводящие и отводящие короба чередуются через один в каждом ряду. Формы, размеры и взаимное расположение коробов показаны на слайде. Распределительная камера разделена горизонтальными перегородками на четыре части. В зерна сушилке установлены две перегородки между вторым и третьим, четвертым и пятым рядами коробов. Вентиляторы сушильных шахт расположены в передней части прицепа. Вентиляторы охладительных шахт под рамой. При сушке таких культур, как РАПС-Проса и других, с целью снижения скорости движения отработавшего агента сушки при выходе из коробов, зерна сушилка снабжается съемным комплектом шкивов меньшего диаметра. Для предохранения от попадания в шахту атмосферных осадков выходные отверстия коробов защищены сплошными дверцами, состоящими из двух половин, которые крепятся соответственно вверху и внизу. Транспортные механизмы загрузочных Г-образных ковшовых транспортеров и три разгрузочных шнека позволяют сушить зерно параллельно в двух шахтах, либо последовательно в одной, а затем в другой шахте. Сырое зерно загружается в приемный бункер, расположенный с задней торцовой стороны шахт. Из бункера зерно Г-образными транспортерами подают в шахты. Излишек его через патрубки ссыпается в приемный бункер. Зерна сушилки имеют выпускной механизм непрерывного действия, который состоит из неподвижной лотковой рамы и расположенной под ней подвижной каретки. Последняя совершает возвратно-поступательное движение от эксцентрикового механизма с приводом. Рама с лотками размещается между подвижной и неподвижной каретками и разделена на пять частей. Каждая часть установлена на определенной высоте от полок подвижной каретки. Это позволяет регулировать производительность высыпаемого зерна на разных участках шахты. После выпускного механизма зерно поступает в подсушильные бункера, откуда продольными, а затем поперечными шнеками подается на передвижной транспортер и далее на склад сухого зерна. Кинематическая схема зерносушилки представлена на слайде. В передней части прицепа перед торцовой стенкой шахты размещена топка зерносушилки. Топка состоит из двух цилиндров. Наружного из обычной листовой стали, покрытого теплоизоляцией, и внутреннего из жаропрочной стали, являющегося камерой сгорания форсунки. Электророзжига вентилятора высокого давления. Оба цилиндра с передней стороны имеют днище, задней сетчатую стенку. Атмосферный воздух засасывается в топку через заднюю сетчатую стенку наружного цилиндра. Агент сушки вентиляторами первой и второй зон отсасывается из кольцевого пространства, образованного двумя цилиндрами. В зерносушилке с целью регулирования температуры агента сушки в рабочих интервалах от 60 до 160 градусов Цельсия предусмотрен набор сменных деталей форсунки. Распылитель, завихритель воздуха с диаметром форсунки 0,5, 0,7 и 1,4 мм. При срыве факела или отключении одного из электродвигателей вентиляторов автоматически отключаются все электродвигатели зерносушилки. Пуск их возможен только после включения электродвигателей вентиляторов первой и второй зон сушки, а также после подключения электророзжига. Топливный бак устанавливают на расстоянии не менее 15 метров от зерносушилки. Режимы сушки представлены на слайде. Достоинствами зерносушилки К4УС2А является маневренность и достаточная равномерность нагрева и сушки зерна. Техническая характеристика зерносушилки К4УС2А представлена на слайде. Вы посмотрели видео, посвященное устройству и принципу действия прямоточных шахтных сушилок, а также конструкции коробов этих сушилок. Благодарю вас за внимание. На канале также есть видео, посвященное классификации сушильных установок и конструкциям устройству и принципу действия сушильных установок других конструкций. Спасибо за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.